Героическое прошлое нашего народа прославляет и искусством. Большой театр оперы и балета хранит традиции и презентует зрителю оперные и балетные премьеры. Непростой путь театр прошел с момента освобождения нашей страны. О силе настоящего искусства и уроках памяти мы поговорили с генеральным директором Большого театра Белоруссии Екатериной Дуловой. Катерина Николаевна, говорят, что история не терпится слагательного наклонения, но мы находимся на сцене Большого. Здесь себе можно позволить тот самый сценический вымысел. Что бы случилось, если бы не было победного мая 45-го? Полагаю, что мы не стояли бы на этой сцене. Театр бы так не выглядел. Если исходить из исторических событий и правды, которая предстала здесь, когда Минск был освобожден, то театр весь, по сути дела, был наполнен взрывчаткой. Более 250 миль было здесь и в центре, по сути дела, была не разорвавшаяся. Это традиция уничтожения таких идентичных символов. Театр – важнейший символ, он расположен в самой высокой точке на Тройской горе. И мы сегодня можем видеть аналоги происходящие, когда нужно попытку уничтожить веру, уничтожают храм, разрушают его. То мне кажется, что это было бы так. Большой пример того, как любовь белорусского народа к созиданию способна сделать так, что искусство действительно восстает из пепла. Оглядываясь на уроки прошлого, чему научила история Большой театр и какой жизненной стратегии, лейтмотива главной академической сцены страны придерживается сегодня? История научила очень многому. Прежде всего, тому, как легко разрушить культуру и последствия могут быть просто необратимыми, потому что это важнейшее идеологическое пространство, в котором существует народ, нация, страна. Если говорить об отношениях вообще в культуре и о неких лейтмотивах, то я бы сказала, что здесь можно некую параллель провести со словами, которые есть в нашем гимне. Понимаете, о мире, о спокойствии, о красоте страны, о стремлении к созиданию, о размышлениях о будущем, о нашем добрососедстве, вообще вот о таких самых светлых чувствах и чаяниях. Вот мне кажется, что если мы говорим о лейтмотиве, то в культурных явлениях нашей страны и в жизни Большого театра всегда преобладали именно эти тенденции. Поэтому, мне кажется, если говорить о лейтмотиве, то он, конечно, созидательный и мирный. Звучит ли сегодня тема ВОВ со сцены Большого? Способны ли такие полотна, вот списанные с драмой белорусского народа, стать обязательной частью репертуарной палитры ведущих академических сцен, чтобы действительно в Большом появился спектакль, монументальная работа, которая будет основана на реальных событиях? Конечно, мы сейчас и в наших исторических концертах обращаемся к некоторым сюжетам, и один из них, мне кажется, вообще достойен того, чтобы вернуться к нему как и к проекту самостоятельно. Это, конечно, балет «Альпийская баллада» Евгения Александровича Глебова по повести Василия Быкова. А вообще сама тематика, она, знаете, такая на грани абсолютно военной и общечеловеческих ценностей. И все-таки тема войны обострила, это кажется невероятным, но она обострила тему любви особым образом абсолютно, причем во всех ее проявлениях. Поэтому мне кажется, что вот это сочинение вот сегодня, оно может зазвучать с новой силой во всех смыслах. Год мира и созидания. По сюжетике, каким образом он направляет вообще репертуар большого? На что хотят ходить эстеты? Что они хотят смотреть? Это какие-то мажорные интонации, минорные интонации? Действительно, чего жаждет зритель? Мирная ситуация в театре, она априори таковой должна быть, потому что, конечно, зрители приходят и приводят своих детишек для того, чтобы здесь в том числе и отдохнуть. И кто-то действительно выбирает спектакль, над которым хочется задуматься. Но есть замечательные детские спектакли, есть балеты сказки, есть балеты феерии, на которые просто хочется смотреть и отдыхать душой. Поэтому вот эта мирная обстановка в театре, которая свидетельствует о том, что здесь бурлит жизнь, что здесь продолжаются действительно замечательные традиции, которые были исконные, они должны быть в театре. Мне кажется, мы эту миссию выполняем сегодня. И свидетельствуем тому, конечно, огромный интерес зрителей, которые есть сегодня, и билет в Большой театр сегодня непросто приобрести. В эру информационного шума, о чем людям искусства, важно напомнить каждому белорусу? Я думаю о том, что шум – это явление фоновое. И нужно прислушиваться к ключевым и каким-то генеральным идеям, связанные с тем, что дорого своей стране. Что приветствуется и записано в наших основных постулатах именно нашей жизни. Что направлено к созидательной, мирной и традиционной жизни наших граждан. К нашей истории, которая, слава Богу, усилиями и главы нашего государства, и тех, кто работает над этими процессами, думает о них, что это не переписывается. И наложено такой табу на то, чтобы эти процессы вообще подвергались какому-либо вторжению. Поэтому мне кажется, что если этот взгляд и слышание будет направлено именно на то, что полезно и нужно твоей стране, то, мне кажется, шум отпадет сам собой. Продолжение следует...